Игорь Иванович, мы перед Новым годом, в конце 2014 года, говорили и договорились, по сути говоря, об основных параметрах плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Знаю, что правительство и в каникулярный период, и в Новый год отчасти, и сейчас активно работало над этим планом. Пожалуйста, скажите мне несколько слов, а потом мы обсудим детали. Владимир Владимирович, действительно, по Вашему поручению и исходя из тех заседаний правительственных комиссий и совещаний в администрации президента и совещаний, которые проводили Вы с правительством в декабре, мы понимали, что нам нужно сделать в первой половине января. И, начиная с окончания декабря и все первые дни января, работали федеральные министерства и ведомства для того, чтобы этот план был представлен в надлежащие сроки. Сроки по Вашему поручению – это до 25 января. После подготовительных мероприятий в министерствах и ведомствах и проведённых совещаний на уровне заместителя и председателя правительства, материалы были представлены председателю правительства, и Дмитрий Анатольевич провёл сводное совещание по основным блокам. Какие это блоки? Это возможные изменения бюджетных подходов и бюджетной политики в случае, если будет меняться ситуация в худшую сторону, и какие предложения у нас на этот счёт имеются, мы вам сегодня доложим. И наоборот, в случае, если ситуация будет складываться более благоприятно, на какие расходы в первоочередном плане мы предлагаем денежные средства направить. Затем представителям правительства было дано также поручение, чтобы Министерство экономического развития подготовило новый прогноз социально-экономического развития страны и представило в правительство к 1 февраля. Исходя из этого прогноза, скорее всего, мы к концу февраля подготовим поправки к федеральному закону о бюджете на 2015 год. Затем это стабильная работа банковского сектора и что необходимо делать с банковским и финансовым сектором в эти месяцы, в первые месяцы работы, когда ситуация достаточно жёсткая. Затем были проведены совещания по промышленному блоку, как поддержать промышленные предприятия, не только выполняя антикризисный план, но и поддерживая программу по импортозамещению. Что нам в эти месяцы необходимо делать для того, чтобы поддержать сельхозпроизводителей, каковы основные направления социальной политики и как мы будем работать организационно с министерствами и ведомствами на правительственном уровне, как мы будем взаимодействовать с администрацией президента и работать с регионами Российской Федерации. Буквально несколько слов, Владимир Владимирович, прежде чем члены правительства вам по блокам доложат. По мерам финансовой стабильности и поддержке финансового сектора основные решения уже были приняты, и завершится вся эта система решений принятием ещё одного решения Советом директоров Агентства по страхованию вкладов в эту пятницу, послезавтра. И таким образом у АСВ будут все возможности для того, чтобы отобрать конкретные банки, которые участвуют в распределении одного триллиона рублей, которые были предоставлены федеральным законом о бюджете для того, чтобы декапитализировать коммерческие банки. По критериям отбора мы подробно обсуждали эти вопросы у председателя правительства. Это достаточно жёсткие критерии. Это банки, которые в первую очередь могут обеспечить кредитование российской экономики, увеличив имеющийся кредитный портфель, и эти средства не будут направляться на санацию банковского сектора. Ещё раз подтверждаю, что в эту пятницу должны быть проведены окончательные решения Советом директоров. По критериям, и затем уже будет конкретная работа с банками. По тому, какие банки пойдут в эту систему, мы вам доложим дополнительно. Также было принято решение о докапитализации банков с государственным участием и особо важных банков на 250 миллиардов из средств Фонда национального благосостояния. Отдельно у Банка России существует программа, как Банк России будет работать вместе с АСВ, но это уже капитал Банка России по санации банковского сектора. Это отдельная программа, которую мы считаем, что она не носит антикризисный характер, но финансовое состояние некоторых банковских учреждений будет ухудшаться. Банк России к этой работе готов. Затем, по блоку поддержки отдельных отраслей экономики, я назову только наиболее важное, предусматривается дополнительное выделение сельхозсектору до 50 миллиардов рублей и возможность переспределения средств внутри государственной программы. По промышленному блоку – это дополнительно 20 миллиардов рублей и возможности также переспределения средств в рамках государственных программ. Дополнительно к тому, что касается и промышленного сектора, и предприятий сельхозсектора – это программа поддержки экспорта. И здесь Министерство экономического развития также предлагает дополнительные расходы федерального бюджета. По социальной поддержке, Владимир Владимирович, наиболее важные вопросы – это индексации пенсии и социальных пособий, которые мы должны привести в силу федерального законодательства. И наше предложение таково, что в настоящий момент не индексировать больше, чем это предусмотрено было федеральным законом в 2014 году, имея в виду наши планы на 2015 год. Возможностей большей индексации пока в настоящий момент мы не видим, но имеем в виду, что как будет развиваться ситуация, будем вам докладывать, мы будем осуществлять постоянный мониторинг. Если потребуется предпринять дополнительные денежные какие-то вливания и поддержку финансового характера, мы это будем делать. Наиболее важные вопросы – это поддержка населения сейчас в связи с тем, что импортные лекарства стали дороже. И в целом по программе обеспечения лекарственными средствами Министерство здравоохранения запросило дополнительные денежные средства. У Дмитрия Анатольевича эти вопросы были рассмотрены. 16 миллиардов рублей дополнительных ассигнований были согласованы. По каким вопросам мы не принимали ранее решение, например, в фазе, в острой фазе кризиса 2008-2009 годов, но сейчас то, что Министерство экономического развития считает необходимым предпринять. Это активизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, для чего изменить подходы к налогообложению и дать субъектам Российской Федерации, но в силу федерального закона принимать решение о понижении налогового времени для субъектов малого предпринимательства, а также изменить критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, для того чтобы эти компании могли более активно участвовать в мерах поддержки, оказываемых государством и правительством. Каким образом мы будем работать? На федеральном уровне мы договорились, что мы обновим состав комиссии по экономическому развитию и интеграции. Это комиссия, которая должна взаимодействовать с федеральными органами, с региональными, для того, чтобы составлять надлежащие планы антикризисного управления и эти планы выполнять, добиваться исполнения этих планов. В этом году представители федерального собрания обеих палат извили желание войти в эту комиссию, и эта комиссия будет работать, собираясь не реже одного раза в 10 дней. Регулярно такие поручения в правительстве оформлены, и представитель правительства по отдельным отраслям экономики и поддержки населения будет проводить совещание не реже одного раза в две недели. В аппарате правительства создана специальная мониторинговая группа за состоянием отраслей экономики и в социальной сфере под руководством первого заместителя и руководителя аппарата Максима Аксеевича Акимова. Эта группа будет работать в ежедневном режиме для того, чтобы взаимодействовать как на федеральном, так и на региональном уровне, обобщением всей информации, которая имеется в стране. Для того, чтобы эту информацию обсуждать как раз на заседаниях правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Вместе с тем, мы сейчас начали работу с субъектами Российской Федерации, соответствующие поручения в правительстве оформлены, с тем, чтобы все субъекты Российской Федерации создали соответствующие планы реагирования, исходя из своих бюджетных возможностей и той помощи, которая будет оказана дополнительно из федерального бюджета, для того, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации была создана также антикризисная комиссия, комиссия по устойчивому развитию экономики региона и социальной стабильности в регионах Российской Федерации. Эти комиссии должны быть уже активизированы до 16 февраля, и до 16 февраля субъектам Российской Федерации нужно принять соответствующие решения по работе с федеральным правительством, выполняя антикризисные планы. Таким образом, конкретно что делать, какие мероприятия, финансирование этих мероприятий и каким образом это будет административно работать, мы вам сегодня докладываем. Основной вопрос, который мы вынесли сегодня на совещание к вам, Владимир Владимирович, этот план потребует больших ресурсов для того, чтобы его исполнить. По тем мероприятиям, которые сейчас обозначены в плане, я должен сказать, что он ещё не окончательный, мы будем его дорабатывать и дополнять. И, скорее всего, он будет расширяться, имея в виду другие финансовые обязательства. Вот по этому плану сейчас нам необходимо профинансировать мероприятие на 1 триллион 375 миллиардов рублей. Но это не деньги прямого расхода федерального бюджета, это и есть часть прямых расходов, часть предусматривается дополнительное выделение государственных гарантий, что является всё равно параметрами федерального бюджета, и часть – это средства Фонда национального благосостояния. Поскольку это очень большая ответственность по задействованию в том числе и резервов Российской Федерации, мы считаем необходимым вам доложить и по этим мероприятиям, и по источникам финансирования этих мероприятий.